Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. В этом видео я решила сделать проверку трэш лайфхаков. Я выбрал лайфхак, который по идее хорошо работает и который конечный результат мне действительно нравится, но при этом они выглядят максимально странно и, ну, типа, чё? Если вы любите видео с проверками лайфхаков, если вы вообще хотите возрождение темы лайфхаков на ютубе, в частности, на моем канале, ставьте обязательно лайк. Давайте наберем условные 25 тысяч лайков. Для моего канала это вообще ни о чём, и если мы наберем 25 тысяч лайков, я продолжу снимать эту тему. И по традиции, конечно же, присылайте мне самые трэшовые лайфхаки в инстаграм, в директ. Прежде чем мы начнём, обязательно подписывайся на мой канал, тык. Включай в себе уведомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы теперь начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я хочу измерить линейкой моей брови, чтобы понимать вообще, как мне это добро рисовать. Так, здесь, предположим, у нас 4 сантиметра, здесь, ну, 2 сантиметра. И в ширину они у меня, ну, где-то 1 сантиметр раньше. 4, 2, 1. Вот, что получилось. Кусок какой-то неведомой фигни. Даже не знаю, на что это похоже, но это явно не похоже на бровь. Ну, если честно, то я ожидала худшего. Я бы даже сказала, что сильно худшего. Вроде даже не так же плохо. Непонятно, правда, нафига, но в целом, да, этот странный лайфхак работает. Я в шоке. Так, в следующем изумительном лайфхаке нам предлагают сделать себе маникюр. Я считаю, что это как раз будет очень интересно сейчас проверить. Якобы, что если ты сделаешь себе маникюр, закинешь свою ручку в ледяную воду и поддержишь там минуту, то у тебя все будет классно, и твои ногти станут идеальными. Что ж, давайте сделаем это. Я добавляю в миску лед, заливаю все это добро водой, крашу мои, естественно, ногти. Та-та-та-та-та, крашу ногти, крашу ногти и кладу мою руку непосредственно в миску со льдом. А знаете, это очень неприятное ощущение, потому что мне, черт возьми, холодно Что это за бред? Как это продержать минуту? У меня уже прошло 10 секунд, судя по таймеру на камере Но мне еще держать 50 Не-не-не, холодно Да холодно! Мать ваша, холодно? Чертов извращенец это придумал Попробуйте подержать свою руку одну минуту в ледяной воде, где очень много льда Да ничего у вас не получится, это просто нафиг обморожение рук будет Кто придумал этот лайфхак? Я не смогла его проверить, потому что почему? Потому что в холодной воде нереально держать руки Попробуйте сами и увидите сами Может он формально как бы и работает, но продержать свою руку в холодной миске Нереально! 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 Так, следующий трэш лайфхот Что ж там-то есть такое? Вопрос номер два Зачем повторять, как рисовать стрелку помадой? Вопрос номер три Будет ли работать лайфхак, где ты рисуешь стрелку помадой? Естественно я беру достаточно стойкую помаду, чтобы стрелка не развалилась Но что-то мне подсказывает, что получится лютая хрень Внезапно лютой хрени не получилось Не считая того, что я немножко облажалась и сделала кривую стрелку, но это не проблема А еще я, кажется, поняла, что у меня идут сиреневые стрелки Подождите, неужели это реально работает? Да нет, нет, нет Неужели она не смажется и правда будет такой миленькой маленькой стрелочкой очаровательной? Поразительно! Кстати, знаете, я вот буквально через несколько минут, когда я сниму это видео Я иду гулять с моей подружкой И естественно у меня нет времени переделать макияж Поэтому то, что у меня сейчас получится, с этим я пойду гулять И, кстати, я предлагаю вам вариант досмотреть это видео до конца И посмотреть, на что превратите мой макияж после того, как я уже вернусь Вот этот лайфхак мне кажется очень крутым Он, конечно, очень странный, трешовый Я не уверена, что после этого мне захочется использовать этот... Эта ситечка для каких-то других целей Но, тем не менее, для того, чтобы помыть свои кисти, можно попробовать Выглядит это достаточно просто Итак, я беру обычный самый кухонный друшлаг маленький Или, не знаю, сито, как это правильно называется В общем, не важно Вот эту маленькую железную решетчатую штучку Наношу на мою кисть немножко средства для мытья кистей Но, на самом деле, я использую самую обычную пенку для умывания Теперь я просто начинаю теребонькать кистью по ситочку Теребонькую, теребонькую, теребонькую Кстати, смотрите внимательно Грязи вымываются просто очень много Ну, прям пипец, как много вымывается грязи Даже больше, чем когда ты используешь специальную штуку для очищения кисти Офигеть! Так, давайте посмотрим кисточку Хорошо ли она промылась Ну, блин, ничего не понятно, потому что она мокрая Но, вроде как, все ок Ладно Вот эта кисточка, она уже немного подсохла И можно, как бы, сделать вывод о том, насколько она чиста И, если честно, то я весьма удивлена Потому что она действительно чистая Очень круто Этот лайфхак от Тетришу Но он действительно работает Следующий лайфхак, который я хочу проверять Это лайфхак с керлером Я хочу отметить, что это очень неудобно А, надо было сначала, надо было сначала сделать тушь, а потом уже керлер Черт! Мой бедный глаз Блин, это очень тяжело делать Карамба Карамба, карамба, держись О, боже мой, ну и бред Я надеюсь, это то стоит того Фига! Ну, ресница реально стала супер большой По сравнению с этой Смотрите сами Давайте для сравнения, знаете, что сделаем? С этой ресницей все понятно Сейчас я просто сделаю на этом глазу керлером Себе завивочку ресниц И когда вот сейчас оно немножечко подзавьется Я просто прокрашу тушью ресницу И вы скажете, как получилось лучше На каком глазу эффектное Вот, собственно, разница И она достаточно очевидная По-моему, выглядит лучше все-таки вот этот вот глаз На нем прям эффект наручных ресниц Хотя я пользовалась только керлером и тушью Этот лайфхак работает Давайте посмотрим дальше Интересно, а если на уже накрашенную ресницу добавить керлер И прокрасить сверху? Потому что они такие неравномерные Мне немножко странно на себя смотреть Так Видите, опыт не пропьешь Я уже знаю, что нужно заранее взять зеркало Заранее взять кисточку И заранее взять керлер Субтитры сделал DimaTorzok По идее этого лайфхака Из одной единственной кисточки Можно сделать сразу несколько кистей И выглядит он достаточно доступно И достаточно интересно Давайте попробуем Хотя, если честно, я в это не верю Мне кажется, не получится Для повторения этого лайфхака Мне нужна кисть и резиночка Я буду использовать такую вот резиночку Если вы не понимаете, что это за резинка И где ее взять Это резинка для животных Конкретно это резиночки Которые я использую Для того, чтобы моим собачкам Делать причесочки Ну или как это тут называется Хвостики Короче, вот Для животных Такие резинки продаются В любом, в общем-то, зоомагазине Сначала я возьму Какой-нибудь темный цвет Продублирую верхнюю складку Ля-ля-ля, тополя Теперь нам предлагают Из этой кисти сделать Кисть, при помощи которой Можно сделать Какую-то более Твердую Зацените Реально получилась Кисть бочонок Настоящая кисть бочонок И только то, что мы сделали Они вообще ничем не отличаются Кроме того, что это грязно А это чистое Тоже этот же цвет использую Для того, чтобы углубить угол глаз Обалдеть Я вам по секрету скажу Это реально даже удобнее Чем оригинальная кисть бочонок Очень удобно Выделять складку верхнего века Прорисовывать Какие-то такие вот Маленькие моменты Безумно-безумно удобно По идее, из этой кисти Можно сделать еще одну кисть Но вот в эту я уж совсем не верю Потому что, ну... Че? Так А вот тут-то, кажется Третий вариант кисти Уже сделать и не получится Которая для стрелки Ну вот, что-то очень тонкое Получилось Ну, кстати, очень ок Если не считать того, что я ужасно боюсь Что у меня это прилетит Все ок Попробую на нижний век сделать Блин, ну что такое? Казалось бы, это такой адский треш И все работает И прям раздражает даже, что все работает Капец А здесь я вернулась с моей прогулки Прошло где-то 6 часов И я пытаюсь вам сказать, что да Эти стрелки держатся Но так как я забыла включить микрофон Вы видите, как движется картинка Но не слышите, что я говорю Поэтому я записываю вам аудио Чтобы вы могли наглядно понять, что именно я имею в виду Ну а если вы умеете читать по губам То никакой проблемы у вас не возникнет вообще Короче, классно рисуются стрелки из помады Прям мне зашло Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх Как угодно Подписывайтесь на мой канал Тык И смотрите другие мои видео Например, посмотрите вот это вот Вот что это вообще такое Вот посмотрите вот это вот Мда